6 до 9 утра слышны залпы со стороны аэропорта города Донецк. С помощью трех танков каратели хотели прорвать оборону ДНР. Два танка были сожжены ополченцами, третий смог прорваться. По предварительной информации, ополченцы ДНР выбили фашистов из аэропорта. Убитых бойцов нацгвардии больше 120 человек. Наш оператор выдвинулся в сторону аэропорта для уточнения данной информации. В Авдеевке ДНР возобновился обстрел города украинскими карателями. В 14.50 по Москве произошло повторное возгорание коксохимического завода. Фашисты ведут огонь из минометов и гаубиц из населенного пункта Орловка, который захвачен нацгвардией. В Луганске сохраняется тяжелая положение. Продолжаются напряженные бои в Лисичанске, Каменобродском районе и Северодонецке. Танки фашистов прорвались в Северодонецк, но пока не могут пройти речку Северский Донец. Пять БМП украинских карателей подбиты ополченцами. Лисичанск окружен с трех сторон. Идет эвакуация мирных жителей. Украина признана самой опасной страной для сотрудников СМИ по данным Международного института безопасности журналистов. В частности, в Луганске многочисленные разрушения. Находившиеся в нем представители ОБСЕ вынуждены уехать. При этом впервые с начала внутриукраинского конфликта они признали, что главные жертвы украинских карателей – это мирные жители. Те из них, которым удается вырваться из огненного кольца фашистов, бегут в лагеря беженцев в южных регионах России.